This conference will now be recorded. Я буду вашим сегодняшним тренером буквально на один час нашего мероприятия. Мы постараемся в него вложиться. Предыдущий мастер-класс у нас получился вместо 45 минут и полтора часа. Мы потратили времени. Здесь постараемся побыстрее вложиться. Но здесь также сейчас вопрос. Я занимаюсь IT уже более 20 лет. Сейчас мое основное направление – это облачные технологии Microsoft. Это Azure Cloud плюс Microsoft 365, включающие в него все компоненты. Данный курс у нас будет посвящен, конечно же, в первую очередь, Power Platform. Мы будем говорить про нее в большей части. И также затронем еще и Microsoft 365. Последнее место работы – это компания Softline. Занимался интеграторскими проектами. То есть я в этом плане тренер из практики, пришедший. За ключами более 60-70 проектов, связанных по внедрению Microsoft-ских продуктов. В том числе это касалось сервис-десков. Это в большей степени внедрение всех возможных платформ и интеграции с ними. Так как сервис-дес довольно плотно работает со всеми продуктами. Ушел с должности уже в руководительное направление. Последние 5 лет занимаюсь преподаванием плюс практикой. То есть практика никуда не делась. Это всякие внедрения проектов. Биоаналитика – тоже одно из моих основных направлений. Ну и, соответственно, всевозможные внедрения по Microsoft. В том числе, конечно же, это касается облачных технологий. Про немножко учебный центр специалист. Компании уже более 30 лет. Более миллиона выпускников. Огромнейший спектр курсов. Здесь, конечно же, не только Microsoft курсы и всевозможные другие. Любых профильных направлений, которые есть. Это и управление проектами, это и управление разработкой. Вариантов здесь очень много. И очень много обширных действий здесь можно преобладать. Соответственно, учебный центр дает свои определенные гарантии. Гарантии качества. Так как курсы сертифицированы. Многие курсы специалиста сертифицированы и Microsoft. То есть специалист занимался разработкой своих курсов, которые сейчас есть в магазине Microsoft. и их преподают как лицензионные от Microsoft. В этом плане подход к обучению довольно сильно развит. Гарантии безопасности, гарантии результата, гарантии сохранения средств организации, если вдруг что-то пошло не так. То есть в этом плане есть варианты обучения бесплатные, например, по Microsoft Software Assurance, если ваша компания с Microsoft в этом плане взаимодействует. Ну и всевозможные варианты взаимодействия этой компании. Немножко про компанию еще поговорим в конце. То, что предоставляется. Сейчас непосредственно к нашему курсу. Соответственно, в мастер-классе у нас будет, что такое Microsoft 365, как начать его использовать, что такое Power Platform, что такое Power Automate, как создать свой первый рабочий процесс. То есть мы посмотрим буквально немножко теории, и потом будет у нас практика. Соответственно, первое, что мы должны понимать, что такое Microsoft 365. Это продукт. Действительно давно Microsoft разрабатывается и внедряется. Это облачная технология. Это SaaS решение. Раньше он назывался Office 365, сейчас он называется Microsoft 365. Офис остался, но только в разрезе приложения, которое мы ставим к себе на компьютер в виде Excel, Word, PowerPoint, Infopaf и других продуктов, которые в него входят. Как раз один из таких сейчас продуктов. В него входит Power Automate Desktop, который вышел буквально где-то с полгода назад, и теперь доступен абсолютно всем для установки на свой компьютер. Мы тоже про него чуть-чуть поговорим, что он нам в этом плане дает. Соответственно, Microsoft 365 – это не одно программное обеспечение. Это набор утилит, объединенных под одним именем. Соответственно, при покупке Microsoft 365, вы получаете определенный набор этого программного обеспечения. Как правило, это Excel, Word, SharePoint, Exchange, почтовая служба, Teams. Сейчас современная платформа, как центральное ядро работы Microsoft 365, и всех пользователей, которые работают в вашей организации. С ним также автоматизируется, интегрируется Power Platform, про которую мы говорим чуть попозже. Продуктов здесь достаточно большое количество. Мы видим как раз Microsoft 365, в нем есть Teams, Skype for Business, но сейчас от него уже практически ничего не осталось. Exchange Online, Planner, Ravon, Nought, Яммеры, Outlook, обработка потоков, видео, взаимодействие с людьми, с задачами и так далее. Здесь не все спектры программного обеспечения, которые есть в офисе 365. Можем пройти немножко в демонстрацию, нажмем на этот прямоугольный квадратик с девятью точками, и здесь посмотрим весь спектр программного обеспечения, который предлагается. Спектр большой. И это еще не все. Это только-только то, что входит в Microsoft 365 Е5 подписку. Можно дополнительно разный софт еще добавить. Vizio, как вариант, Project, Dynamics и так далее. Тем самым этот продукт будет еще большими программными обеспечениями обладать, и можем больше намного настраивать разного программного кода. Теперь поговорим немножко про, уже ближе к теме нашего семинара, это Power Platform. Power Platform, как говорит НИПО СИЭТ, General Manager IT и Дизейшн Драйвер Майкрософта, это всеоблемующая технология. Ее простота создает культуру инноваций, которые открывают все возможные возможности в рамках бизнеса. Соответственно говоря, Power Platform закрывает два направления, которые сейчас в интернете очень сильно рассказываются. Первое направление – это NoCode технология. Поставьте плюс два, кто про эту технологию что-нибудь слышал либо понимает, о чем идет речь. По вашим ответам я смогу в этом плане немножко рассказать больше про это. Плюс два, кто понимает, минус два, если не понимаете, что это такое NoCode технология. Так же называется технологией ZeroCode. Немножко активнее коллеги в чате. Видим, что минус два пошло. Как раз, собственно, есть люди, которые не понимают, о чем идет речь. Смотрите, сейчас технология разработка программного обеспечения немножко и меняется. Слышали все искусственный интеллект, машин лернинг и так далее. Соответственно, сейчас стоит задача, чтобы любой человек, неважно с каким техническим образованием, то есть мы не говорим про разработчик, мы не говорим про IT-специалист, мы говорим про бизнес-юзеров. Также есть у Microsoft такое понятие вообще в IT-секторе. Это как power-user, то есть продвинутый пользователь. Power-user такого прямого перевода на русский язык, к сожалению, не существует. Есть просто как бы сильный пользователь, можно так грубо сказать. То есть человек, который обладает какими-то небольшими знаниями техническими, понимает логику и понимает бизнес-процесс, в котором он участвует, и дальше может его автоматизировать. То есть сейчас идет все упрощение от более сложных систем к более простым. Но коды программный комплекс, это как раз у Microsoft Power Platform, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent, где для создания приложения, для создания какого-то workflow процесса вам не требуется знание никакого языка программирования. Ни C-Sharp, ни C++, ни Delphi, ни Pascal, ни Basic. Их ничего вам не нужно. Требуется мышка, клавиатура, монитор и уже набор готовых виджетов, то есть неких таких маленьких визуальных элементов, которые вы перетаскиваете из одного элемента в другой, и тем самым просто их соединяете. То есть рисуете связи, либо вообще их не рисуете, а просто выстраиваете некую последовательность взаимодействия, и дальше ваш рабочий процесс, либо ваше приложение готово. То есть это не требуется знание программирования. Любой специалист может при технологии нового кода написать свое приложение мобильное, свое десктоповское, выстроить свои какие-то простые бизнес-процессы. То есть, например, за час создать небольшое приложение, например, для учета заявок из отдела АХО, если такая задача стоит. Задача там управления, выдача каких-нибудь товаров. Задача создать свой маленький магазинчик. Все это можно сделать при помощи Power Platform. Power Platform – это тоже у нас не один продукт. Это набор утилит. В него входят Power BI, Power Apps, Power Automate и Power Virtual Agent. То есть четыре технологии, которые у него внедрены. Как мы видим, здесь немножко Microsoft добавил еще информации. Это технология Low Codes, про которую чуть выше я не рассказал. Соответственно, у нас есть No Codes и Zero Codes. Это одна и та же технология, просто кто как ее называет, это не имеет самого значения. И призначено для того, что мы создаем программный комплекс без программирования. Low Codes – это немножко ниже уровнем. То есть, когда мы создаем программное обеспечение без No Codes, но, например, стандартных действий нам недостаточно. И здесь уже вступают языки программирования, но примитивного варианта. То есть, нам предоставили в Excel некие формулы, которые нам позволяют, например, получить текущую дату, текущее прибавление к дате один день, получить количество символов строчки. Вот те, кто обладают знанием Excel формул, для них Low Codes от Microsoft будет понятен. Также те, кто, например, знает Power BI, там есть DAX, язык запросов, тоже довольно простой. То есть, в нем не требуется высоких знаний, чтобы начать им пользоваться. То есть, не требуется знания ИВ, условий, циклов, еще чего-то. Достаточно того, что предоставлено от Microsoft. Мы здесь на картинке видим, что данная Power Platform может интегрироваться с огромнейшим спектром всевозможных программных комплексов. Это могут быть и Azure сервисы из Azure Cloud всевозможные, это могут быть ваши наземные, например, папки, например, могут быть почтовые службы и так далее. То есть, все, что сейчас есть в Microsoft, Power Platform может с ними интегрироваться. Даже если продукты устаревшие, с ними тоже есть интеграция, например, с той же самой базой данных, Access, с Excel файлом, с Word файлом, с папкой, где у нас хранятся какие-то файлики. Можем тоже их разобрать, подключить. Соответственно, Power BI – это технология для аналитики. То есть, мы в этом случае в этом продукте строим все возможные визуальные интерфейсы для аналитиков и для руководителей, чтобы они могли быстро принимать какие-то решения, потому что мы видим. Power Apps – это платформа создания как раз приложения, ноу-коды. Power Automate – это создание наших рабочих процессов, которые могут быть из Power BI соединены, могут быть соединены с Power Apps, могут быть вообще самодостаточные. То есть, они могут ни с чем не быть связаны. Они сами запускаются в зависимости от наших триггеров, которые мы сейчас рассмотрим, что в этом Power Automate есть. И Power Virtual Agents – это создание вашего бота. При том, что бот тоже создается без языка программирования. То есть, мы там собираем буквально немножко действий по нему, то есть, говорим, как он будет называться, бот, на какие слова этот бот будет реагировать и какая последовательность действий этим ботом будет производиться, какие вопросы он будет вам задавать, какие ответы мы будем ему передавать. То есть, в принципе, там тоже программирование не нужно. Наш данный курс, наш мастер-класс посвящен, конечно, больше к Power Automate, но этот мастер-класс для курса, который будет в ближайшее время, тоже позже на презентацию мы на него посмотрим, это курс PL 900, где рассказывается понемногу про каждый продукт. Естественно, что платформа PL содержит много курсов, мы немножко про них тоже проговорим чуть позже. Соответственно, то, что мы сейчас будем говорить, это Power Automate. Технология, довольно давно Microsoft существующая, раньше называлась Microsoft Flow, сейчас называется просто Power Automate. Переименование произошло из-за того, что Microsoft объединил 4 продукта под одну идеологию, назвал ее Power, и можно ей спокойненько пользоваться. Power Automate – платформа автоматизации без кода, то есть, как видим, как раз, ноу-коды, и позволяющая нам степ-бай-степ собрать. Ну, там, конечно же, можем собирать и без кода, а можем и с небольшим программированием, то есть, Power Automate в себя включает ноу-код технологию и лоу-код. Тоже сейчас это все посмотрим, как это будет выглядеть. Для создания своего Flow достаточно сделать всего лишь три шага, то есть, не требуется ничего такого сверхъестественного. Но, естественно, вы должны предварительно эту подписку иметь. Она входит в Microsoft 365, и мы можем запускать Flow свои для своих задач. Например, может быть такой Flow, который берет Excel-файлик, в котором у нас есть табличка с какими-то строчками, и по расписанию, там, раз в сутки запускается, файлик анализирует и добавляет задачи в планер, либо в Outlook нашим сотрудникам, которые они будут выполнять. То есть, там у нас в Excel-файле может быть, например, фамилия, почтовый адрес, которому нужно отправить сообщение, либо у нас будет логин пользователя, будет описание задачи, старт задачи, финиш задачи. И все это можно сделать через Power Automate. То есть, нам не придется заходить в Outlook наш, либо там в SharePoint, либо еще в какую-то систему планирования задач. То же самое может быть Project в этом плане. И вручную создавать эти задачи. Можно просто взять Excel-файл и его разобрать. Может быть CSV-файл, может быть база данных какая-то, которая нужна подключиться и что-то с нее забрать. Могут быть какие-то приложения в виде REST API, Power Automate, и с ними точно так же взаимодействуют. Проблем здесь не будет. Первый этап, который мы в этом плане должны взять, это описать бизнес-процессы, которые у вас существуют для вас. То есть, взять, например, самих себя. Вот данный как раз курс Power Automate проходил. То есть, есть прям курс однодневный по Power Automate только, где сотрудники были не IT-специалисты, обучались, обучались обычные бизнес-пользователи этому курсу. У них стояла простейшая задача рассылать график обучения по своим сотрудникам, и чтобы сотрудники подтверждали этот график и приходили вовремя, либо подключались на вебинары. Они это все делали вручную, у них это занимало порядка 18-20 часов в неделю, вся эта работа, обработка Excel-файлов, наполнения, рассылки, подтверждения. И они буквально во время курса смогли это все упростить значительно сильнее. То есть, у них это уже занимало не 18-20 часов, а 2-3 часа в неделю, что гораздо упростило задачки. Описание ваших бизнес-процессов. Дальше. Привязка ваших бизнес-процессов к какому-то программному обеспечению, с которым вы взаимодействуете. Здесь мы, например, возьмем просто Microsoft Office. Безусловно, может быть гораздо больше возможностей, потому что Power Automate позволяет нам организовывать и RPA-планы. То есть, это запись действия с рабочего стола. То есть, мы можем запустить Power Automate, он запишет то, как мы мышкой и клавиатурой набираем на нашем компьютере, а потом несколько раз повторять столько, сколько нам нужно. То есть, такая конструкция тоже здесь присутствует. Она сейчас тоже набирает обороты, потому что не всегда пользователю может быть понятно, что нужно сделать. А запись действий последовательных гораздо понятнее бизнес-пользователям. Второе действие – это создать наш рабочий процесс непосредственно в Power Automate. И последнее, третье действие – это протестировать рабочий процесс, что он выполняется корректно, и перевести его в промышленную эксплуатацию. То есть, мы говорим, что все, мы его запускаем, и он начинает уже функционировать. То есть, не сложных три действия. Здесь давайте посмотрим, что вообще себя представляет Power Automate, какие конструкции в нем присутствуют. Вот, например, у нас портал Power. Это Microsoft 365 портал. Здесь мы открыли как раз приложение Power Automate. Вот у нас как раз и видно. Здесь у нас есть левая панель с кладками, где указывается навигация по порталу Power Automate. И справа будет какая-то информация по каждому элементу навигации. Здесь ничего такого сложного нет. Первая на складочках Home. Здесь мы можем производить поиск шаблонов, приложений, задач, которые у нас уже реализованы в Power Automate. Самый простой вариант – это шаблоны. Видим как раз первый элемент, который у нас есть, самые часто встречающиеся применяемые шаблоны. Например, сбор задачки на основе сообщения с Teams. То есть система будет, например, прослушивать Teams канал какой-то, либо Teams чат, и при каждом появлении нового сообщения в нем собирать задачу для какого-то сотрудника. То есть вот тоже интересный такой вариант. Дальше. Здесь отправка сообщений с Teams тоже. Здесь по задачам в планере взаимодействия с Teams конструкцию. Сейчас очень много компаний делает взаимодействие с Teams. Ну и ниже можем посмотреть популярные сервисы, которые применяются. Сейчас сервисов 525 штук, с которыми взаимодействует Power Automate. Этого более чем достаточно для вашего бизнеса. Например, кто-то спрашивает, Salesforce есть или нет. Я говорю, да, Salesforce есть. Без вопросов. Dropbox, OneDrive, Google. Все со всем этим интеграция существует. Можно применять. Видим как раз Excel онлайн бизнесовый. Пожалуйста, подключились, работаем. Дальше есть небольшие инструкции по тому, чтобы писать свои рабочие процессы. И мобильное приложение. Да, мы можем сделать более. На мобильном приложении запускать наш workflow. То есть workflow у нас может иметь несколько триггеров. Мы сейчас про них тоже поговорим. Какие триггеры существуют для запуска рабочего процесса. И безусловно, есть триггер с мобильного приложения. То есть мы зашли в мобильное приложение, открыли свой рабочий процесс, нажали на его выполнение, он пошел выполняться, если вам это необходимо. Дальше у нас есть набор. Это MyFlow. То есть ваши рабочие процессы, которые вы создавали. Подождем, пока обновится. Здесь у нас показываются рабочие процессы, которые есть. Например, облачные процессы, процессы на десктоп. Про это немножко подробнее. Раньше Power Automate был только облачным. Соответственно, нужно идти было на портал, здесь произвести настройку. Он работает с землей, то есть наземные продукты здесь тоже можно применять. Для этого ставится дополнительное программное обеспечение на компьютер, которое позволяет вам связывать ваши ресурсы наземные с облачным подключением. Также, примерно полгода назад, вышел Power Automate Desktop. Бесплатное приложение, которое вы можете поставить к себе на компьютер и автоматизировать уже в нем свои рабочие процессы без облачного вмешательства. Дальше у нас есть Business Process Flow. Это в нашем случае рабочие процессы, подключенные к Power Apps. То есть здесь может не быть ничего, если у вас своих приложений нет. И последнее – это рабочие процессы, которые вам предоставлены какими-то другими сотрудниками либо коллегами по работе. И вы их можете видеть и их исправлять и править. Видим, что уже здесь в Cloud Flow есть какие-то наборы приложений рабочих процессов. По Excel видим здесь какое-то, по отправке сообщений по почке, работа с формами, работа с Power BI у нас присутствует. Здесь мы можем собрать новый Flow как раз на основе шаблона, на основе шаблона из Visio. И вот пять разных триггеров у нас есть. Это автоматический клауд, дальше по кнопке, по расписанию, десктоп и бизнес-процесс. Нас интересовать будет Automatical, Instance Cloud и Scheduler Cloud. Про них тоже сейчас немножко поговорим, но чуть-чуть попозже. Здесь у нас есть вкладочка «Дальше Create». Здесь мы будем создавать наши рабочие процессы. Здесь предлагается уже набор достаточно большой шаблонов. Более подробно про шаблоны можно посмотреть на следующей вкладке «Темплейтс». Более того, свои воркфлоу тоже можете сделать шаблонами для других коллег в своей компании. Здесь у нас список гигантских темплейтов. Здесь есть категории, можно произвести поиск по этим шаблонам. Здесь указываются все коннекторы, которые у вас есть. Дальше. Это источники данных, с которыми подключались. Мониторинг выполнения ваших рабочих процессов. И вот еще довольно интересная вкладка «Аи-билдер». Что такое «Аи-билдер» и как он взаимодействует с Power-платформой целиком. «Аи-билдер» у нас существует в Power Automate, существует в Power Apps. По факту «Аи-билдер» – это система искусственного интеллекта и машин лернинга, которая позволяет нам оперировать действиями с какой-то входящей информацией. К примеру, сейчас «Аи-билдер» наконец-то начал понимать русский текст. То есть до этого он русский текст не понимал. И можно сейчас сделать следующее действие. Тоже очень интересное. Например, вам приходит первичка документов в виде счета фактуры, накладные и еще какие-то типовые документы для вас. То есть однотипные. В них могут быть, конечно, разное количество строчек, но структура его однотипная. Вам хочется эти накладные перевести в электронный вариант. Естественно, что ваше время на этом плане требуется ручная, где вы берете накладную и вручную вводите в какое-то программное обеспечение. Так вот, «Аи-билдер» можно это сделать в автоматическом режиме. То есть у нас есть система, например, вот она, «Форм-процессинг», в которой мы можем спокойненько сфотографировав со смартфона фотографию, либо поместив туда изображение, полностью распознать текст, который там находится. и дальше эта машина будет все лучше и лучше понимать тот текст, который вы передаете. То есть каждая работа будет присоединена к обучающейся модели и все лучше и лучше будет делаться. То есть можно упростить. То есть то, что, например, раньше вам требовало час на работу, здесь уже потребуются минуты либо секунды, если система распознала быстро. То есть вы сфотографировали накладную, она распознала, вы проверили только глазами, все ли она хорошо по буквам и по числам распознала, подтверждает, что да, вы с этим согласны, и система загружает эти данные, например, в CSV файлик, в JSON файлик, в XML файлик, в Excel файлик, в базу данных, и вам не нужно ничего больше делать, например, в этом разрезе. Можно категоризации добавить, то есть разбор объектов каких-то по типам. Объект детекшн, например, можно сделать. Например, у вас есть доставка. Доставка представляет себе коробку, в которой помещается определенный ваш товар. Бутылочки, баночки, коробочки. Пожалуйста, можно сделать как? Человек собрал коробку, его дальше действия со смартфона опять же сфотографировал. Система распознала, что в коробке лежит, за счет картинок и всех этих объектов. Подтвердила, что накладная по сборке соответствует тому, что есть в коробке. Коробку закрыли, запечатали и отправили. Здесь вы, собственно говоря, что делаете? Подтверждаете, что сборщик собрал все верно в этой коробке. Одно из таких хороших действий. Подтверждаете дальше фотографии, что все было собрано и упаковано. Например, один из вариантов. Японская одна компания фиксировала полностью сборку телевизора. В свое время, это было даже не сейчас, это было лет 10 назад. И потом к ним пришла претензия от одного покупателя, что в коробке не хватает кабеля. Те запросили данные по телевизору, посмотрели на видеозаписи, как производилась сборка. Сказали, что кабель лежит там-то. Человек проверил, да, кабель он там нашел, где и было указано. То есть в этом плане точно так же вы получаете фиксацию того, что у вас производится. И, соответственно, вы сможете убедиться, что все было собрано, и человек должен был получить тот товар, который вы хотели ему отправить. И другие действия. Например, здесь есть анализ текста на вербальность. Но, к сожалению, пока он русский текст здесь не понимает, понимает только английский, и понимает, когда человек написал текст, это он был в хорошем либо в плохом настроении. То есть система анализирует текст, построение слов, и говорит, это при каком настроении было сделано. Определение языка, определение ключевых фраз есть, перевод текста, и так далее. Система сейчас очень сильно развивается. Но, говорю еще раз, наконец-то форм-процессинг, вот буквально где-то с месяца назад начал понимать русский текст, что уже, соответственно, сделал большой плюс. Раньше только был английский, японский, итальянский и так далее. Но все остальное нас не сильно интересует. Соответственно, приступим к простому процессу создания workflow и посмотрим, насколько это просто. В нашем случае мы, например, можем воспользоваться первым workflow. У нас есть форма, которую заполняют наши сотрудники. Откроем форму, как дополнительное приложение, поговорим немножко про него. Например, может быть интересно для HR. то есть у нас есть, какие-то опросники, какие-нибудь тесты для сотрудников. Вот мы видим здесь простейший MyTest у меня создан. Обычно пользуются SurveyMank'ой. Можно воспользоваться MS Forms. Прекрасно функционирует. Входит в офис 365. Здесь существует две формы опросов. Одна простая. Yes, no. Там какие-нибудь дополнительные вопросы можно писать. То есть всевозможные. Вот у нас есть Hello, Yes, No. Дальше можем добавлять вид вопросов с выбором, с текстом, с рейтингами, с датами, с загрузкой файла и другими действиями. Это раз. А второй вариант это в виде конкретного теста, где за каждый правильный ответ можно начислять баллы. У нас простой опросник, где у нас будет просто слово Hello, Yes, No и больше ничего. Нам этого вполне достаточно для демонстрации. Дальше мы возьмем получать будем эту форму при ее заполнении. То есть триггер это будет срабатывание, занесение нового ответа. Дальше, соответственно, этот ответ мы будем анализировать, то есть загрузить в Power Automate все его параметры и, например, отправлять по почте. Можем добавить в Excel файл, можем добавить в SharePoint список, либо что-то еще в этом плане проделать. Мы сделаем отправку на почту. Идем, соответственно, в процесс. Мы, в принципе, описали. Теперь пойдем по созданию. Нам требуется автоматическое действие. Automatical Cloud Flow. То есть мы будем действовать на триггер, который у нас существует. Нас интересует триггер по форме. форм. Так, по-русски ввел, по-английски. Форм. Соответственно, вот у нас есть как раз when new response submitted, то есть когда новый ответ будет подтвержден по форме. Соответственно, система будет реагировать на каждый новый опрос. Опрос в этом плане мы сейчас как раз пройдем. Шара. Вот наша ссылка на опросник. Откроем эту систему опроса. Вот у нас есть submit. То есть как только сотрудник здесь выберет ответ и нажмет кнопочку submit, наш workflow запустится. Здесь система запрашивает в нашем случае форм ID, идентификатор нашей конкретной этой формы. Поскольку у нас форма личная, то здесь мы выберем просто ее из списка. Так, проверяем. Один, да. И здесь. Все отлично. Form ID. Вот. MyTest. Форма называется MyTest и здесь MyTest. Все честно, все правильно. Соответственно, теперь у нас есть триггер, который отработает при запуске submit формы. Следующее действие, которое мы можем в этом плане произвести, например, сделаем отправку по почте сразу же его. То есть будем простейшее действие делать. Выбираем send, то есть отправить почтовое сообщение. Вот как раз send e-mail Outlook офиса 365-го. Выбираем его. Видим, никаких программных вещей я не делаю, просто выбираю степ-бай-степ, последовательность по шагам, какое действие будем проделывать. Здесь первое, что мы получаем, как обычное письмо, кому, сообщение и тело письма. Здесь у нас есть вариант добавить вручную, либо есть вариант добавить динамически. динамически у нас никаких данных с формы не пришло, поэтому мы здесь email адресов никаких не видим, поэтому у нас этого здесь не будет. Здесь мы будем добавлять вручную. У нас здесь есть один пользователь, он у нас, он админ, как раз им и воспользуемся. хорошо, напишем вручную. 23.0 проверим аккаунт правильно, 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 Отлично, мы указали email, на который будет отправляться почта. Дальше мы отправляем тело сообщения, у нас в том плане будет идентификатор, дальше нам указывать нужно тело. Видим, что у нас система здесь немножко не дала действия, добавим еще один плюсик, возьмем здесь форму, нас на форму интересует, get response details, то есть детализация ответа. То есть здесь мы среагировали на работу, теперь мы хотим получить данные по этому ответу. здесь мы вводим идентификатор формы и вводим идентификатор, который у нас приходит по ответу. То есть здесь мы опять же без программирования выбрали response ID, это как раз идентификатор ответа сотрудника. Теперь возвращаемся в нижний элемент, у нас кому отправить осталось, теперь тело, видим динамические системы, нам автоматом подставило то, что было из предыдущего шага. То есть нам не нужно никаких полей дополнительно создавать, они нам уже предоставлены. Вот у нас есть как раз hello, это ответ, дальше email, который отвечал, время идентификатор, нас интересует просто hello. Больше ничего нас не интересует. Ну и здесь можем добавить дополнительные как раз low коды, которые здесь тоже присутствуют. Переходим на следующую вкладочку expression и здесь у нас есть своего рода типа эксцелерских формул. Например, нас интересует здесь добавить время текущее. мы выбираем UTC now получение времени сейчас. Два раза лишний раз нажал. Вот мы добавили окей, вот добавился параметр. Все, то есть у нас сейчас придет письмо с телом сообщения hello и с телом текущим временем. Теперь протестируем, то есть следующее действие это протестировать, что flow написано правильно, flow checker, видим ошибок нет, предупреждений нету. И соответственно теперь мы его сохраним. то есть система сохранилась и теперь протестируем наш flow. Нажмем тест, можно сделать его автоматически, но у нас видим система не даст это сделано вручную. Тест, подождем пока система немножко его протестирует, прогоняет его. сейчас чуть-чуть подождем. пока протестирует, мы вернемся в настройку нашего workflow. Здесь мы видим его детализацию, что он включенный, когда он был создан, когда последний раз менялся, его тип, план оплаты, это ничего страшного, и вот нас интересует вот этот блок, и нас интересует вот этот блок. в этом блоке мы увидим всю историю выполнения нашего скрипта, то есть сколько он раз выполнялся, каждое действие мы здесь увидим. Соответственно, мы можем это действие проваливаться, смотреть, что там произошло, если действие произойдет с ошибкой, мы можем также на него пройти, посмотреть, на каком шаге ошибка, дальше, самое важное, мы можем workflow отредактировать, вот он, edit кнопочка, и исправить ошибку, а дальше ошибочное действие повторить заново. Мы сейчас зайдем в нашу форму MyTest и заполним ее, сделаем Submit. Теперь вернемся в наш рабочий процесс, видим, у нас запуск произошел, все, он выполнен, заняло, 5 секунд выполнения данного workflow, давайте в него провалимся и посмотрим, что произошло. У меня немножко притормаживает, это нормально, у меня тестовый тенант, Microsoft тестовый тенант и замедляет по скорости. В продуктовой системе все работает нормально и быстро. Здесь мы можем посмотреть, кто заполнял, то есть в форме тоже есть Excel-файли, которые можно выгрузить, как вариант, пока там все загружается. Можно посмотреть, кто как отвечал, больше детализации посмотреть, количество ответов, статус формы активное, среднее время ответа 52 секунды. Так, еще пока что загружается. То есть, например, для HR-ов это идеальный вариант для взаимодействия со своими сотрудниками. Могут быть какие-нибудь опросы, опрос 360-й очень удобно здесь сделать. Пока он еще загружается, просмотрим, пока он грузится, еще другой рабочий процесс. У нас на OneDrive есть файлик, вот он, PL900-й. Откроем его. Это Excel-файл, это для следующей демонстрации, чтобы нам не ожидать время. В нем есть элемент табличка, то есть, можем посмотреть, выбрать этот объект, Table Design, табличка называется Table 1, в ней есть 4 столбца, идентификатор, название, расположение и email адрес. Соответственно, мы теперь хотим, чтобы система считала наш Excel-файлик и отправила сообщение на email, содержащее, например, название это имя, а в описание добавить, то есть, в тело письма location. Это примитивный вариант мы сделаем для отправки. Соответственно, мы будем отправлять письма. закроем наш Excel-файлик. Здесь пока все грузится, пускай грузится, мы сейчас откроем еще Power Automotive рядышком, чтобы не мешать друг другу, и создадим данный рабочий процесс. Рабочий процесс мы будем создавать с ручным запуском, либо можно сделать запуск по расписанию. вот он, шедулер Cloud Flow. Нажмем на него. Здесь мы указываем, как часто данный workflow будет запускаться. Сделаем его как раз Excel-шедулер. Назовем его старт во сколько? То есть, начинаем, например, с 7 сентября в 10 утра будет начинаться, повторяться сколько? Раз в месяц, раз в неделю, раз в день, раз в час, раз в минуту, в секунду. Например, сделаем раз в минуту будет запуск данного workflow. Нажимаем кнопочку Create, собрать его. Да, немножко притормаживает. Здесь мы видим как раз наш секундомер. Можем его посмотреть. Интервал раз в минуту, больше опции, то есть, с какого времени начнет работать данное действие, также можно указать при необходимости часовой пояс. Вскроем. Теперь наше следующее действие взять Excel файл. Возьмем Excel поиски. Вот у нас Excel List role presentation in table. То есть, мы возьмем считать список строчек, которые есть в файлике в виде таблички. Здесь указываем, где Excel файл будет располагаться. Нам предлагается уже список готовый. Видим на OneDrive в какой-то группе на SharePoint где-то конкретно мы говорим нас будет на OneDrive. Мы здесь видим на OneDrive в корневой папке мои файлы этот файлик лежит. Дальше говорим документ library у нас раз OneDrive папок в OneDrive нет никаких это OneDrive и здесь указываем имя файла которое мы хотим. Вот он PL900 Дальше указываем табличку с которым будем считывать у нас в Excel помним была табличка 1 вот он table 1 все то есть мы сейчас получили список подключения к Excel файлу собираем теперь следующее действие нас интересует цикл то есть мы побежим по каждой строчке выбираем управление здесь мы выбираем apply to each то есть цикл до конца всех строчек которые у нас есть и что мы в этот цикл передаем значение то есть набор всех элементов всех строчек которые мы в верхней строчке получили теперь следующее действие которое мы хотим сделать например сделаем тот же самую отправку сообщений send email соответственно здесь мы кому будем отправлять у нас динамическое поле помним у нас был email адрес вот мы добавили email адрес дальше что мы будем сообщать то есть название письма мы проговариваем что будет название столбец name и соответственно тело письма что мы письме отправим это будет location расположение вот наш workflow простой состоит из времени запуска считывания строчек из excel файла и пробежимся по каждой строчке и на каждую строчку сформируем какое-то действие давайте добавим еще одно действие например у нас есть в компании teams microsoft teams вот microsoft teams соответственно мы хотим публиковать какой-нибудь чат либо в какой-нибудь в этом варианте канал информацию давайте сделаем публикование в канал у нас есть так вот post message in chat или channel то есть отправка сообщения в чат либо в канал в teams добавим его здесь указывается от имени кого будем отправлять от имени бота либо от имени пользователя мы говорим пускай будет flowbot то есть от power automate информация придет дальше куда будем публиковать в канал в чат flowbot либо групп чат мы скажем в канал будем публиковать для всех кто к этому каналу подключен система открывает больше параметров автоматически говорит выберите команду в которую мы будем публиковать команда у нас называется тест какой канал мы будем публиковать в рамках этой команды канал называется general что мы хотим туда отправить в нашем случае будет name здесь мы можем немножко изменить например сделать fio двоеточие name enter и соответственно следующий сделаем locate двоеточие и добавим следующее поле locate ну и соответственно сделаем email email двоеточие email то есть мы можем видим динамически формировать любое текстовое сообщение все мы сформировали наш скрипт который будет дополнительно отправлять на почту и публиковать сообщение в teams здесь мы соответственно дальше проверяем что у нас нет ошибок ошибок нет никаких после чего сохраняем наш workflow здесь как раз видим уже все подгрузилось сейчас не закончится с этим workflow и продолжим дальше ну и соответственно дальше мы можем произвести тест нашего рабочего процесса видим автоматически нам тоже не предоставляется вручную сделаем тест run flow то есть мы его запускаем ну и соответственно done ждем сейчас как раз видим что наш workflow запускается и вот видим применение то есть время сработало считывание excel файла сработало и проход по циклу сработал здесь посмотрим вернемся к предыдущему workflow который мы с вами делали на основе формы здесь мы видим как раз система получила нашу форму идентификатор дальше получила наш ответ который у нас есть видим как раз ответ yes от пользователя который заходил это админ и дальше мы отправили email сообщение у которого тело название назвалось yes и время срабатывания вот оно было отправлено можем перейти в этом плане на почту вот наш outlook проверяем что сообщение там существует вот у нас есть yes и время вот сообщение приходило сейчас мы видим что у нас раз в минуту приходят сообщения другие наш рабочий процесс проверяем раз в минуту запуск у него произошел дальше считал все строчки из excel файла можно здесь сделать клик to download посмотреть что он там скачал и вот мы видим наши циклы которые отрабатывают отправка сообщения кому дальше тело название письма тело письма пост в чат тимса здесь мы видим название канала дальше в сообщении фио иван локейшн нью-йорк email следующее нас сообщение их тут будет несколько мы пережимаем кнопочку next следующий видим три строчки три пересылки на next петр next и сергей можем открыть дополнительно тимс проверяем то есть у нас в почту все приходило мы здесь и так увидели вот нас видим иван петр сергей иван петр сергей раз в минуту рабочий процесс отрабатывает открывается тимс ну с тимсом чуть-чуть подольше придется посидеть сейчас нам тимс предложит открыть полноценное приложение либо вебовский интерфейс мы откроем вебовский интерфейс нам не нужно полноценное приложение вот мы видим как раз раз в минуту нам прилетает сообщение можно посмотреть как раз погода тоже была вот видим сообщение была настройка отправка погодных действий погода на такое-то число в Екатеринбурге какая температура ну там мы выбирали не температура а какая будет небо видим партиз сани можем тоже разобрать в компании рабочий процесс который есть можем вернуться в MyFlow видим пост погоды с МСН открываем рабочий процесс видим у нас он выполнялся определенные промежутками времени каждый элемент мы можем пройти отредактируем данный рабочий процесс видим тоже у нас рекурсия раз 24 часа дальше получение погоды интересует метрика у нас единицы меры это метрик и location Екатеринбург можем там добавить Москва Калининград все что угодно и здесь в Teams мы публиковали от пользователя в канал general погода температура да и condition то есть мы могли добавить и другие параметры вот у нас динамические условия которые существуют все что связано с выгрузки погоды паза луны ночная погода дневная и так далее то есть все это здесь можно спокойненько подгрузить и там будет по расписанию вам приходить все что вы хотите вопросы по демонстрации Power Automate можно в чат можно голосом здесь все это работает уровень лицензирования Power Automate входит в Microsoft Office 365 E3 и E5 по умолчанию 1000 минут на каждого пользователя выполнения workflow в месяц так вот и получилось с микрофоном ну давайте честно скажем то что я сейчас вам показывал по Microsoft Learning с точки зрения Power Automate Power Platform это только первая стадия сейчас Microsoft хочет перейти вообще на натуральный язык запросов то есть то что мы здесь выбирали динамические вещи Microsoft хочет сделать так чтобы мы писали например мы хотим сложить такую-то ячейку с такой-то и система сама пишет формулу то есть если мы сейчас возьмем тот же самый Power BI в нем уже реализована функция натурального языка запросов к модели данных то есть мы не пишем никаких формул просто говорим скажи мне продажи продукта по сравнению этого года с предыдущим годом и система сама тут же нарисует график и покажет все эти действия то есть сейчас автоматизации очень много невостребованность нет не получится потому что сейчас компании типа Microsoft Amazon Google и всех остальных скупают этих специалистов также банковские сотрудники но пожалуйста возьмите Сбер с их тоже ассистентом так что сейчас все высокоспециалисты квалифицированные специалисты уходить будут в облака Power Desktop , Automate это на земле а вот то что я говорила с искусственный интеллект это конечно облако ну сейчас вообще как бы сейчас ситуация какая что все переезжает в облака абсолютно все то есть кому что-то что-то на земле остается это все меньше меньше и меньше то есть все будет уходить в облака неважно это Microsoft облака это Google облака Амазона либо еще кого-то в России это Ростелеком МТС Сбер Клауд у нас в России тоже есть облака они тоже условно российские но все равно безусловно это все сейчас будет развиваться но без этого никуда что как бы технологии идут вперед и это все будет помогать только вперед и больше для бизнеса то есть сейчас например Microsoft хочет сделать такую платформу Power чтобы вообще программист не нужен был где вы будете просто словами говорить что вам нужно система сама будет писать код сама за вас выполнять действия нужно будет получать только результат сейчас Microsoft в этом плане распознает только текст русский все ждут когда начнет распознавать голос русский обещали буквально в ближайшие месяцы это появится чтобы можно было легко например в том же самом MS Teams получать распечатку о чем мы говорили сейчас на английском на итальянском на испанском на японском есть на русском пока нет то есть титры на русском пока не понимаются в ближайшее время обещали должно появиться в MS Teams титры соответственно как только это появится у Microsoft Cortana научится говорить уже на русском языке и соответственно дальше уже будет автоматизация Windows 10 осенью Windows 11 с Cortana на русском языке и вы где вы например те кто сейчас англоязычный они могут у Cortana спросить скажи какие у меня продажи на сегодня система покажет вам график как продажи на сегодня ведутся английская Cortana интегрируется с Power BI интегрируется с офисом 365 так что сейчас ассистенты очень сильно будут развиваться здесь без облаков никуда давайте немножко закончим презентацию и дальше можно будет в свободной форме вопросы позадавать соответственно актуальность этой темы сейчас очень обширная с точки зрения специалистов офис 365 развивается востребованность очень большая в первую очередь конечно же это связано с иностранными компаниями которые присутствуют в России их очень много это и Danone и всевозможные там Coca-Cola Pepsi и другие компании их очень много в России КПМГ компания как ни странно в этом плане также Касперский очень сейчас облаками сильно пользуется майкрософтовскими много компаний которые используют облака да безусловно в России есть проблема связанная с первым это законодательство то есть перс данные в облаках должны поступать после вторичной обработки то есть первичная должна храниться на территории России а Microsoft к сожалению дата-центр в России отсутствует но по крайней мере ходят слухи что Microsoft хочет уже наконец-то развернуть дата-центр в России востребованность здесь в принципе от корпоративной культуры то есть компании крупные сейчас переходят на автоматизацию бизнес-процессов и Power Platform довольно хороший продукт в этом плане и он является сейчас одним из лидеров то есть Microsoft Office 365 ему вообще аналогов в мире нету то есть там разные другие компании типа Google Amazon подобные продукты имеют в разрезе по утилитам то есть есть там анализ текста есть чаты есть видеоконференции но именно так как сделан Microsoft 365 нет ни у кого то есть в чем преимущество этого продукта он интегрирован между собой полностью то есть каждый продукт MS Teams интегрирован с OneDrive и так далее в других компаниях такого практически нет с установленным SharePoint и корпоративным интернетом имеется в виду Power Automate Игорь Да Power Automate с SharePoint на земле можно сделать и без интернета скачивайте Power Automate Desktop и вперед связано это со следующим если говорим SharePoint 2019 то с его выходом Microsoft выпустил .NET Core ну то есть он как бы уже существует года 4 .NET Core так вот старый SharePoint написан на .NET Framework это библиотека которая сейчас в Microsoft скоро поддерживаться не будет старый SharePoint содержал рабочие процессы называемые Microsoft Flow который на .NET Framework а Microsoft Flow к сожалению тоже сейчас поддерживаться не будет и Microsoft говорит сейчас сам все что связано с SharePoint переводите полностью на Power Automate и отказывайтесь от бизнес процессов точнее от процессов автоматизации которые у вас были в SharePoint встроенные они больше в скором времени поддерживаться не будут так что все в Power Automate и Power Automate Desktop ставите и вперед то есть можно это все реализовать непосредственно у себя на земле без интернета интернет здесь будет не нужен выполнять будет ваше программное обеспечение наземное ну и в этом плане то что говорю про Microsoft 365 если у вас он в компании используется это плюс вам по первую очередь как сотрудникам автоматизировать свои бизнес процессы то что вы например выполняете какими-то рутинными однотипными задачками возможностей много в этом плане предоставляется главное понять что и как здесь можно приметь вот PL900 курс который собственно говоря базовые вещи и предоставляет то есть PL900 это Microsoft Power Platform Foundation длится всего лишь 16 часов стартуется он 27 сентября у него начальная стоимость от 17 тысяч но дальше это уже с менеджером нужно разговаривать в нем разбираются все необходимые знания по Power Platform начальные то есть про Power Apps разговор идет Power Automate Power BI Power Virtual Agent и уже после него начинается понимание как это можно применить у себя в компании за два дня полный разбор производится то есть мы научимся понимать компоненты Power Platform научимся пользоваться встроенной базой данных Dataverse чем-то похож на Access только у него ядро немножко другое посмотрим сценарии объединения 365 Dynamics Microsoft Azure и сторонних компаний посмотрим все преимущества которые Power Platform предоставляет и посмотрим каждый компонент этой системы то есть соберем своего чат-бота соберем свое приложение соберем скрипты которые с приложением будут взаимодействовать и на выходе посмотрим отчеты из нашего приложения то есть все действия будут произведены дальше у компании специалист есть набор комплекса данных по этому программному комплексу то есть у нас PL900 это всего лишь один из курсов Power Platform дальше есть PL100 PL200 дальше PL300 400 и 600 то есть они по нарастающей разборка идет PL400 это курс новый но он предназначен для разработчиков то есть не для бизнес пользователей в этом плане мы помним что Power Platform она все-таки предоставляет ноу-коды но также и лоу-коды а если нам этого не хватает здесь могут быть дополнительные разработчики которые дописывают то что мы не писали в виде Microsoft и стандартной скоробки то есть уже совсем кастомные workflow могут быть созданы вплоть до интеграции с Azure клаудом которые больше возможностями обладают можно очень сложную структуру построить которая поможет вам получить хорошие плюсы да еще кстати Игорь по поводу SharePoint если так посмотреть там нет там язык C Sharp плюс JavaScript то есть два языка основных там применяются можно также применять Python язык R Ruby то есть можно много чего C Sharp один из основных безусловно но там C Sharp плюс Java на самом деле HTML CSS так что здесь применяйте дальше по окончанию курса вы получите сертификаты также потом можете пойти сдать экзамен по этому курсу есть экзамен специалист предоставляет все возможные варианты обучения то есть у нас есть очные вебинары индивидуальные в виде прослушивания вебинаров и открытое обучение сейчас новая форма обучения у специалиста где вы учитесь вообще в свободном графике то есть как вам удобно просматриваете записи если вдруг возникают вопросы связывайтесь с тренерами с тренером тренер подключается отвечает на ваши вопросы очень удобный конструктор как раз говорю открытое обучение это новая форма обучения от компании специалиста то есть в этом плане вам предоставляются лабораторные предоставляются также сертификации при необходимости могут быть добавлено тестирование в зависимости от курса вопросы еще да Игорь немножко не ответил очень ненавием вопрос по поводу широпоинта Microsoft от широпоинта хочет вообще избавиться потому что этот продукт слишком уникальный и в общую картину не очень хорошо кладется в этом плане в Microsoft 365 сейчас в Power Apps выходят порталы очень много порталов которые заменяют функционал широпоинта потихонечку от широпоинта ничего не останется останется OneDrive Business в виде хранения файлов останется списки в виде отдельного элемента лист вот сейчас могу показать в этом плане то есть мы идем в приложение вот он лист это лист широпоинта он уже выведен в отдельное приложение он уже не входит прям в коробку широпоинта ну и соответственно широпоинт онлайн он очень сильно по функционалу уступает широпоинт он премис поэтому Microsoft собирается по крайней мере такие тоже ходят разговоры полностью широпоинт убрать только вопрос в том когда вместо него просто появятся другие приложения которые полностью будут реализовывать как раз тоже покажу что сколько коннекторов переход да наверняка обеспечит Microsoft не бывает такое что переход не обеспечил он об этом сообщит седем осени сентября посмотрим что в новое сентября мы наступим доставим кодомикрофон да здравствуйте можно спросить секундочку кодомикрофон работает да спросить конечно можно я просто опоздала можно в словах для чего это используется для автоматизации бизнеса основное да конечно можно выключу микрофон плохо слышно автоматизация у нас существует для того чтобы свои операционные процессы перевести на русло системы автоматизации то есть например то что вначале рассказывал у нас там один из вариантов по почте приходят excel файлы ну например те же самые накладные либо что-то еще система может в том плане что сделать взять анализировать письма кого-то конкретного с каким-то конкретным телом и с каким-то конкретным сообщением то есть названием письма оттуда забирать файлики складывать их нужную папочку разбирать эти файлики и произвести импорт тех данных которые в этих файлах существуют в нужную вам систему абсолютно притом вас не трогая то есть вы эти процессы которые делали сами теперь можете делать автоматом один из таких вариантов у нас есть шаблон например здесь можем посмотреть все возможные шаблоны power автомате здесь категории есть события календари почта мобильные приложения визио кнопки все возможные подтверждения действия вот например save outlook email attach на вандрайве то есть все что вам будет приходить по почте с нужными нам условиями будет сохраняться на вандрайве и вы оттуда сможете забирать уже что хотите ну вот как пример собирали рабочий процесс который считывает excel файл мы можем сделать чтобы этот excel файл считывался динамически к бизнес пользователям досмотрите здесь PL100 PL200 PL900 то есть первый PL900 который я показывал на презентации этот курс тоже для бизнес пользователей PL100 тоже для бизнес пользователей PL200 там больше информации тоже для бизнес пользователя может без вопросов применяться то есть на этих трех курсах быть IT специалистом совершенно не обязательно можно обычным дальше например если мы говорим Power BI это до 100 там курс для также бизнес пользователей как начать пользоваться Power BI степ бай степ 4 дня курса прекрасно проходит то есть это как раз у нас получается PL в нашем случае начальный 900 потом сотня потом 200 если Power BI это до 100 курс вот такие курсы можно для начала взять PL400 это уже для разработчиков а вот для бизнес пользователей вот набор из четырех курсов которые можно применить там не требуется ничего вот пример шаблонов как мы можем взаимодействовать вот тоже интересный довольно шаблон например в Power BI в какой-нибудь KPI элементе у нас произошел выход какого-то параметра за пределы разумного все мы получим уведомление по почте пожалуйста здесь то же самое то есть отправка в Android файлов на email то есть например можно сделать рабочий процесс мы в папочку на OneDrive файл поместили система считала что файл появился и автоматически его отправила на почту то есть можно в плане сделать а OneDrive более того мы можем синхронизировать то есть нажимаем папочку sync у нас в проводнике появляются отдельные вкладочки вот они есть здесь мы открываем у нас есть папочки например по фамилиям мы в нужную папочку документ переместили отработал рабочий процесс и тут же отправил письмо с этим вложением то есть раньше мне нужно было что открыть Outlook нажать создать новое сообщение добавить то вложение написать заголовок тело письма сейчас достаточно просто например сделать файлик переместили в папку из этой папки письма уходит кому-то конкретному все рабочий процесс запустился определив что в папке появился новый файл произвела отправку сообщения и файл в этой папочке переместила папочку архив все прекрасное действие автоматизации тоже одно из интересных еще какие-нибудь вопросы здесь да очень легко так лучше уже звука звука лишнего нету сет заменить нет скорее всего не получится Алексей потому что сет в этом плане вам нужно что сделать согласование и другие процессы в принципе здесь они реализуются то есть согласование здесь есть но мы же понимаем что сет кроме того что согласование имеет еще понятие цифровой подписи апсом и с другими продуктами где это будет навешано на кнопку то есть мы нажали на кнопочку произошла запись и запуск уведомления то есть это очень много задач можно решать не только рутинная здесь просто на картинке были рутины ну да можно так сделать что рассылать ну не спам это рассылка уж как вы сделаете здесь просто почту я показал как пример у вас может быть и teams мы можем например помещать это в sharepoint список то есть у нас пришел excel файл либо форма корпоративный спам ну у нас корпоративного спам и так много просто мы добавим его да можно сделать сторонние приложения если добавлять то есть у нас есть коробка а дальше можем дополнительные коннекторы сюда заливать к сторонним приложению и также свои кастомные то есть если нам чего-то не хватает мы можем сами написать нужный коннектор то есть берем разработчика он пишет и пожалуйста интеграция будет безусловно так что система здесь работает во все направления о ну там на всех направлениях посмотрим сайлфорс что у нас есть create пускай будет автоматик cloud flow туда ну вот запись модифицирована запись создана нам этого давнодействия для начала достаточно то есть есть также кнопки с сейлфорсом так что интеграции много это из коробки уже если чего-то не хватает можно дописать здесь прекрасно есть коннектор о дата то есть креста пи а дальше пост гэд и это уже любые действия можем сделать главное чтобы приложение поддерживало реста пи коннектор это сейчас современная технология которая применяется в большинстве разработок так что здесь есть когда сейлфорс запись была сотни запустится рабочий процесс а дальше уже внутри мы выполняем те действия которые нам здесь один из интересных это конечно же постановка задач у нас есть какой-то список задач либо какие-то последовательности назначения требуется периодичности какие-нибудь сделать чтобы там раз в неделю задача назначалась на кого-то специалиста пожалуйста сделали раз в неделю будет назначаться с нужными вам параметрами отслеживанием и всем остальным вот примеры шаблонов шаблонов здесь много это мы здесь видим только маленькое можем перейти на колочку all-time play то есть все шаблоны которые у нас есть здесь список достаточно большой то есть как бы вам хватит его изучать смотреть здесь проще пользоваться поиском и смотреть что у нас сортировка популярности по имени по времени публикации вариантом взаимодействия с твиттером взаимодействие с фейсбуком вот мы видим сохранение gmail оттач то есть в почту гугла пришло письмо с вложением сохранить на дропбоксе то есть даже видим не с майкрософтом для новичка для поиска работы именно изучение курса перед 900 да в принципе да тут надо смотреть же опять же вы будете искать работу где офис 365 в компании внедрен ну многие компании сейчас сидят в майкрософт 365 то есть многие переезжают иностранные компании зачастую сейчас требуют знания power платформа потому что многие компании работают именно с power автоматом с power bi два продукта которые очень востребованы у нас согласование approve можно здесь реализовать то есть все будет через power автомат и teams либо почту согласования нам придет на почту письмо с согласованием мы его подтверждаем либо отклоняем дальше рабочий процесс действует уже по направлению я показал на примере у нас был линейный рабочий процесс то есть простой в одном направлении у нас рабочий процесс может быть нелинейный он может быть параллельный последовательный условия всевозможные здесь можем ставить то есть можно очень сложные процессы создавать еще раз на курсе PL900 мы гораздо больше все посмотрим имеется ввиду база в каком разрезе база для аналогов здесь если мы говорим про аналоги это BPM онлайн в России довольно сильно развит дальше у нас есть аналоги open source небольшие забыл их название сейчас быстро не вспомню но в принципе здесь для конструкций достаточно просто понимать логику то есть плюс-минус все приложения они аналогичны то есть мы понимаем что такое цикл что такое условия либо выбор из списка и последовательность действий сейчас Microsoft в том плане с Power платформой по факту является лидером аналогов очень мало где мы видим как раз интеграцию всех продуктов плюс у нас есть искусственный интеллект для более быстрой работы самостоятельный кодинг здесь есть я показывал как раз при формировании вот те формулы которые небольшой самостоятельный кодинг если требуется дописание это язык C-Sharp C-Sharp JavaScript это уже более высокий уровень программирования но обычно для базовых стандартных задач хватает того что есть из коробки если говорим про Power BI это DAX язык запросов и язык M этого достаточно для начала лоу-кода это когда мы показывал когда мы создавали рабочий процесс это небольшие формулы здесь у нас в наших флоу есть переменные есть циклы условия это то же самое лоу-код по факту можем открыть посмотреть добавим еще один шаг здесь получается у нас контролы видим у нас есть condition то есть условия и всевозможные циклы переключатели терминатора есть дальше у нас есть варианты это вообще переменные то есть здесь полностью в шаг введем тип variable вот переменная задать значение переменной уменьшение увеличение да 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 Виктор похода аналога типа скретча да то есть ребенок со скретчем разбирается буквально там за два вечера и начинает уже свои вещи писать здесь примерно то же самое очень похоже сейчас все в него переходят хорошее сравнение в этом плане вот у нас все что есть с переменными есть дополнительный премиум всевозможные воздействия на программирование то есть здесь у нас есть уже язык программирования вернемся обратно в шаг и здесь у нас вот программирование expression то есть стандартные функции которые уже заложены в систему видим работа с workflow вызов других workflow работа с url ссылкой только пример три их можно раскрыть их там еще больше все возможные манипуляции с данными триггеры есть то есть здесь язык программирования вот он заложен здесь просто нужно смотреть что-то логические функции collection строковые функции concat складывание текста пожалуйста здесь есть здесь excel подобный язык программирования ничего такого сложного здесь нету еще вопросы джейсон здесь можно взять то есть считывание джейсон формата здесь тоже есть то есть еще раз взаимодействие здесь csv xml excel джейсон microsoft джейсон очень любит да запись вебинара будет в доступе безусловно то есть после того как мы это все закроем завершим запись будет доступна компании специалисты и они выложат в общий доступ это может любой специалист посмотреть запись даже тот кто здесь не присутствовал на данном вебинаре еще вопросы на github здесь просто берете github power платформ вводите в гугле и там найдете очень много можно сделать проще игорь видите github pl100 найдете лабораторные по pl100 степ степ на github они полностью выложены они в открытом доступе microsoft по всем курсам которые есть сейчас по облачным технологиям все лабораторные держат на github и они любой специалист может их посмотреть и проделать на курс вы приходите не ради лабораторных а ради того чтобы вам рассказали показали какие есть нюансы лабораторные да куч чтобы вы этот материал закрепили так что лабораторные в открытом доступе также вы можете например сделать как сейчас покажу открытый доступ берем тот же самый наш пель 900 вот он экзам пель 900 возьмем именно экзамен нас интересует и внизу может быть бесплатное обучение по интернету вот основу microsoft power платформ 12 модулей нажимаем и абсолютно бесплатно здесь обучаемся вот материалы все 12 модулей здесь даже рекомендация зайти под своей учетной записью и получить за прохождение данного курса вы получите 10 тысяч очков общее прохождение по времени рекомендуем microsoft 9 часов применяется видим начальный уровень бизнес пользователей динамикс 365 финансы операции microsoft power платформ так что данный foundation для бизнес пользователя идеально подходит да ни на что игры еще вопросы если есть спрашивайте если нет то мы на сегодня закончим всем пожелаю хороших хорошего вечера хорошей рабочей недели хорошо если вопросов нет всем спасибо за что подключились задавали вопросы надеюсь маленький мастер-класс был полезен для себя новое по пауэр платформе узнали в том числе по пауэр автомейту все ссылочки которые я показывал можно легко найти через google если потребуется чат мне можно написать в почту через вашу вы можете зайти на специалисте зайти найти меня там указан мой email специалист не написать я отвечу но единственное что отвечать буду не быстро потому что у меня еще и куча курсов все всем спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...